Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гурман Народной газеты отвечает на вопросы, что лучше для организма мяса или зелень, чему отдать предпочтение, что такое осмысленное вегетарианство. С каждым годом травоедение набирает популярность у разных возрастов. Но, как отмечают медики, для людей после 40 вегетарианстве больше минусов, чем плюсов, особенно для мужчин. Снижение употребления в рационе питания мяса ухудшает гормональный мужской статус. Женщинам травоедение вредит меньше, им можно придерживаться вегетарианской диеты, но позволять себе немного рыбы, яиц и молочных продуктов. Мясо и овощи отличаются друг от друга различным содержанием аминокислот. В любом случае, сбалансированное питание всегда в тренде. Рубрика «Соседка. Среда обитания» рассказывает о навязчивости любимых мелодий в голове. Почему в мозге застревает музыка на длительное время, выяснили ученые Калифорнийского университета. Оказывается, такое состояние даже признается полезным. Иногда то, что нам кажется ненужным и отвлекающим, выполняет важную функцию. Ученые выяснили, что однообразная мелодия, которая проигрывается в голове, помогает укрепить память. К региональным журналам третий номер литературно-художественного и культурно-просветительского журнала «Симбирск» опубликовал повесть известного ульянского писателя Виктора Сергеева «Зоотехник». Татьяна Мельник прослезилась о русских гаврошах-воробьях. Для нее это самые любимые, самые беззащитные птицы. О прошедшем 53-м ежегодном пушкинском дне, традиционно проводившемся на гостеприимной языковской земле, занимательно рассказывает российский поэт и журналист Данила Ноздряков. На страницах журнала опубликована поэтическая подборка Валерия Кузнецова. Стихотворение из авторского сборника «Сатурн». Нина Никифораки подготовила материал к юбилею ульяновского художника Анатолия Обвинцева. На первой цветной журнальной вкладке восхитительные репродукции художника. Здесь колокольчики и купавки, а также сирене-ландыши, затем уральские пейзажи, меланхолия и снова цветы. Снова колокольчики и кувшин с разнообразием летних цветов. К национальным изданиям. Газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает о любящей семье. В деревне Средней Алгаши проживает много молодых семей. Валерия и Татьяна Аюгина – одна из самых дружных и работящих пар. Родители двух прекрасных детей. Мама Татьяна Геннадьевна – учительница Новоалгашинской средней школы. На папе личное подсобное хозяйство. В деревне восхищаются золотыми руками главы семейства. И пшеницу выращивает, и молодняк держит, и технику из старого металлолома собирает. Как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Их дети Елизавета и Матвей отлично учатся в школе и выигрывают на всевозможных областных межрегиональных конкурсах-фестивалях, радуют старших своими успехами. Особенно гордятся старанием жизнелюбием внуков бабушки Аюгина Нина Ахтюковна и Юманова Лидия Ивановна. День семьи любви и верности 8 июля они будут отмечать вместе за хлебосольным столом. К районным изданиям. Крошечная заметка журналиста газеты «Родина Ильича Анны Смирновой» сообщает о том, что 26 июня в рамках акции «Поем двором и лето во дворах» в Ишевке прошел концерт. Для селян выступили вокальные группы «Родные напевы» и «Эмет» под руководством Бориса Трусова. Дружные коллективы исполняли песни на русском, украинском и чувашском языках, читали стихи, басни, показывали смешные миниатюры и танцы. Несмотря на то, что денек выдался очень жарким, праздничный концерт удался. Зрители благодарили бурными аплодисментами артистов и получили заряд позитива, бодрости и хорошего настроения. Журналистка старомайнских известий Вера Александрова рассказала о том, что в минувшие выходные в школах района прошли выпускные вечера. Аттестаты о среднем общем образовании получили 53 11-классника, причем 12 претендуют на золотые медали. Аттестаты – это не только оценка успехов в обучении, но и путевка во взрослую жизнь. Как сказала директор одной из сельских школ Ольга Ловчева, впереди вас ждет горячая пора поступления в вузы. И пусть ваш путь во взрослую жизнь не всегда будет простым, но мы верим, что вы со всем справитесь. Обозреватель издания «Новое время» базарно-сысганского района Мария Андреева рассказала о том, как базарный Сысган отметил свой день рождения. Ему исполнилось 383 года. С раннего утра и до вечера из динамиков колонок, расположенных в районном доме культуры, разносилась позитивная музыка, которая поднимала настроение гостям и жителям поселка. В парке культуры и отдыха состоялась литературно-музыкальная программа «Я эту землю родиной зову». Музыкальными композициями в этот праздничный день всех присутствующих жителей и гостей поселка радовала вокальная группа настроения. Всем известной песней «Малиновки», заслышав голосок, «Мы желаем счастья вам» и новые музыкальные композиции не оставили равнодушными зрителей. Традиционно в последнее воскресенье июня отмечается День поселка. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Передовица газеты кричит радостным событием, о котором рассказывает Александр Агапов. На 102-м летнем чемпионате страны ульяновские мастера короткого бега за пять соревновательных дней завоевали две золотые и две бронзовые медали. О спортивном квартете должен узнать каждый в нашем регионе. Это Артем Федотов, Игорь Образцов, Ильфат Садеев и Андрей Галацков. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и меди73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю.